А где аванс подрядчика, который должен был выполнить строительно-монтажные работы на железнодорожных путях в Судянском районе, подозревают в хищении 34 миллионов бюджетных рублей. В программе сообщим все подробности этого громкого инцидента в Иркутской области. В Иркутске вновь загрязняют чертугейский полуостров. Неизвестно засыпали плодородные земли загрязненным грунтом. В выпуске выясняем, нашли ли нарушителей и как часто подобные ситуации происходят в регионе. Жители региона в 2022 году потратили 6 миллиардов рублей на ремонт своих машин. Сегодня разберемся, по какой причине чаще всего автомобили попадают в сервис и вырастут ли расходы на это в ближайшее время. Свободное время тратят на синюю тапочку. Кто в Иркутске так расслабляется, а также как шутки помогли ребятам из Братского района выиграть 50 тысяч рублей. И кто и зачем организовал костюмированный фестиваль собак. Расскажем в рубрике «Повесточки». Теперь о событиях дня подробнее. Деньги взяли, а работу не выполнили. В Иркутской области фирма, которая должна была отремонтировать участок железной дороги в Слюдянском районе, подозревается в мошенничестве. А именно в хищении 34 миллионов бюджетных рублей. Эти деньги были выделены на развитие железнодорожной инфраструктуры. Проблемы начались еще в прошлом году. Компания неоднократно срывала сроки проведения работы. А в октябре 2022 подрядчик и вовсе перестал выполнять свои обязательства на объекте. При этом фирма получила аванс за работу в размере более 34 миллионов рублей. Но возвращать деньги никто не стал. В итоге следователем транспортной полиции по согласованию с транспортным прокурором возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Сейчас работы на объекте выполняет другая организация. Применяются меры, чтобы компенсировать отставание. В ходе следствия транспортными полицейскими во взаимодействии с ОМОН на транспорте управления Росгвардии по Иркутской области проведены обысковые мероприятия, в результате которых изъяты компьютерная техника, флэшнокопители и документация. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к хищению денежных средств, выделенных на финансирование строительства железнодорожного объекта. Расследование продолжается. Свои силы на поиски нарушителей сейчас направили полицейские Иркутска. В городе вновь страдает чертугиевский полуостров от борцов с чистотой. Туда вывозят отходы. И это несмотря на то, что данную местность постоянно патрулируют с начала 2023 года. Анастасия Смирнова побывала на проблемной территории и выяснила, как часто появляются там грузовики с мусором. Знают эту местность как свои пять пальцев. Антон Галушин почти поселился на чертугиевском полуострове в Иркутске. Он патрулирует территорию уже три месяца. Ведь сюда недобросовестные жители так и норовят привезти какой-нибудь мусор. Очередной такой случай произошел два дня назад. Подъехал и увидел уже здесь вереницу техники тяжелую. То есть были погрузчики, грузовики, груженные грунтом. Когда я подъехал, уже несколько машин они разгрузили. И оставили грунт в перемешку с мусором здесь. А это водоохранная зона. Но водители техники это не смутило. Номера машин, на которых приехали нарушители, патрульные зафиксировали. И уже передали видео в полицию. У нас территория чертугиевского полуострова. Очень проблемный объект. Ранее на этом участке постоянно было складирование снежных масс, несанкционированных, а также строительного мусора. Твердых коммунальных отходов и так далее. С целью предотвращения образования несанкционированных свалок на указанной территории нами был заключен контракт на охрану и патрулирование. Теперь патрульные буквально живут на полуострове. И почти каждый день фиксируют нарушения. За месяц насчитали 35 фактов вывоза отходов. А в прошлом году, напомним, здесь даже оказались остатки кинотеатра «Чайка». После расчистки территории серьезно занялись. Вывезли более 2000 тонн мусора. И это не единственное место, которое облюбовали борцы с чистотой. Всего в регионе только за 2022 год природоохранная прокуратура выявила более тысяч нарушений в сфере обращения с отходами. 125 свалок ликвидировали. Ведь это не только некрасиво, но и страшно для экологии. Все это попадает в воду. С течением времени превращается в микропластик. Это поедают рыбы и поедают птицы. Через воду это проникает и в растения, и в животные, и в наши овощи, и в фрукты. И в итоге мы с вами становимся потребителями пластика. Пластик, мало того, что он токсичный, плюс ко всему он накапливается в таких органах, которые отвечают за нашу и нервную систему, за скорость реакции. Но похоже, что это нарушителей мало волнует. Желание бесплатно выкинуть отходы, а не везти их на специальный полигон, куда сильнее здравого смысла. Так мы собственноручно и превращаем родной край в большую свалку. Анастасия Смирнова, Владимир Пинаев. Новости по будням. Букет из нарушений преподнес житель Братска местным сотрудникам ГИБДД. Он ехал на отечественном автомобиле, не справился с управлением, врезался в дерево и убежал с места аварии. Причин для такого поведения у автомобилиста оказалось много. У него нет водительских прав и полиса ОСАГО, его машина не зарегистрирована. Передние стекла авто чрезмерно затонированы. Во время движения мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. И самое главное, два его пассажира в этой аварии получили травмы и были госпитализированы. Но далеко убежать нарушителю не удалось. Его быстро нашли полицейские. Итог сразу шесть протоколов. Возможно, боясь ответственности, мужчина и покинул место ДТП. Хотя у молодого человека есть свое объяснение. Почему вы скрылись с места происшествия? Я не скрылся, я повез пострадавших в больницу на другой машине. И когда я вернулся, обратно машины уже не было. А ваши действия дальнейшие какие были? Какие? Потом ко мне уже приехал сотрудник. Остается надеяться, что эта ситуация не только опустошит кошелек автомобилиста, но и заставит сделать выводы. В целом, для Иркутской области случаи, когда водители скрываются с места аварии, нередкость. Только с начала этого года в регионе за подобные нарушения было привлечено 78 шоферов. Пока одни прибайкальцы бросают свои машины, другие сдувают с них пылинки, чтобы техника работала исправно. Некоторые водители готовы платить большие деньги. Так, в 2022 году жители региона на ремонт своих автомобилей потратили почти 6 миллиардов рублей. По каким причинам машины чаще всего оказывались в сервисе, сегодня разбирался Даниил Седов. Сотрудникам автосервисов в Иркутске обедать некогда. Работа для них есть всегда. Автомобилисты едут к специалистам с разными проблемами. Но самое популярное сейчас весной ремонт подвески. Сейчас обращаются в основном по большей степени с проблемами по подвеске. Так как сейчас межсезонье. И у нас, как известно, асфальт сходит вместе со снегом. И большинство проблем, конечно же, с подвеской. Единственное утешение для водителей – это цены на запчасти. Некоторые детали подвески сейчас немного подешевели, так как удалось наладить логистику за последний год. А в 2022-м жители Прибайкалья потратили на ремонт своих автомобилей внушительную сумму – почти 6 миллиардов рублей. И чтобы сэкономить сейчас, владельцы машин предпочитают покупать аналоги оригинальных запчастей. Аналоги дешевле, но они в сезон отхаживают. То есть такими дорогами все рассыпается, то есть все разлетается. То, что подороже, да даже то, что подороже покупаешь, оно все равно долго не ходит. Так же все ломается. Может быть, дороги были бы получше и ходило подольше. А частая замена аналоговых запчастей тоже опустошает кошельки Прибайкальцев. Например, замена стоек на японском авто обойдется в 20-50 тысяч рублей. Можно сэкономить, купить неоригинальные детали, но качество будет хуже и ремонт придется делать чаще. Но не только плохие дороги приводят автомобилистов в сервисы. Ехать туда приходится и после аварий. В таких ситуациях чаще всего нужен кузовной ремонт. Гораздо больше денег жителям Иркутской области приходится платить за кузовной ремонт своих автомобилей. Так, например, в столице Прибайкалья за замену и покраску, скажем, заднего бампера придется отдать минимум 8-10 тысяч рублей. И это далеко не предел. Вместе с бампером наверняка придется менять фары, крылья и так далее. Так, незаметно сумма может стать шестизначной. Поэтому машина в нашей стране это действительно порой роскошь, а не просто средство передвижения. Даниил Седов, Андрей Назаров. Новости по будням. Стали известны причины крупного пожара в офисном здании на улице Карлолипнехта в Иркутске. Для этого потребовался почти месяц и ряд сложных экспертиз. Вывод дознавателя МЧС региона. Возгорание началось в надстрое на крыше здания из-за скачка напряжения и перенапряжения сети. Во время тушения этого пожара серьезные травмы получил заместитель начальника пожарной спасательной части номер 2. Бомбортом санавиации его доставили в Санкт-Петербург, где провели ряд операций. Сейчас сотрудник МЧС уже проходит реабилитацию. Работа сотрудников авиалесоохраны также связана с риском, ведь они порой отправляются в самое пекло лесных пожаров. В Братске прошла вертолетная тренировка для парашютистов-десантников, которые будут бороться с огнем в тайге. Подробности далее. Намотать тысячи узлов на этом тросе перед единственным прыжком должны новобранцы авиалесоохраны. Это своеобразный курс молодого бойца. Каждый сотрудник должен научиться подготавливать все необходимое для вылета и тушения за 10 минут. Затем генеральная репетиция на земле. Штурм 12-метровой вышки и отработка элементов десантирования. Вертолетная тренировка проходит в Братске. Все происходит под контролем старших товарищей, которые в профессии уже десятки лет. Хотя свой первый прыжок помнят как сейчас. Быстро все началось. Я не успел отучиться. Меня тут же тренировали и отправили в командировку вербогачом, бадайбом. Потом отучился осенью на парашютиста. И уже в январе, 14 января совершил свой первый прыжок. И вот момент долгожданного марш-броска до вертолета. За раз на свой бор стальная птица способна принять помимо экипажа 12 сотрудников авиалесоохраны. Но при необходимости эвакуации людей вертолет поместится около двух десятков человек. Такая тренировка проходит раз в год весной. Новобранцы по нормативам должны совершить 7 спусков с разной высоты. Инструкторы имитируют разные условия высадки. Тряску, неправильный угол, спуск на неровную поверхность. Человек должен быть физически развитым, должен быть хладнокровным. Голова должна быть голодная, так как это занятие очень опасное. Высота достигает до 40 метров древоской. И шнур у нас 51 метр. Бывает, что распасовывается шнур до самой земли, до самого конца. И с такой высоты он должен быть с голодной головой. В тренировке приняли участие более 30 человек. Параллельно с Братском бойцов готовили в Устилимском, Киринском, Чумском и Усть-Кутском районах. А пожароопасный сезон в лесах региона начнется совсем скоро. Середина апреля. Юлия Шенкарюк, Олег Федоров. Новости по будням. Совсем скоро в общественных местах Иркутска появятся новые камеры видеонаблюдения. Более 300 записывающих устройств установят на 17 территориях. Сейчас в городе уже действует около 500 камер. И именно благодаря технике порой удается поймать нарушителей. Например, в сквере возле бассейна «Изумруд», который благоустроили в прошлом году, школьник разрисовал лавочки и урны. Но подросток не увидел камеры. Они зафиксировали нарушителя. Видео распространили в соцсетях и СМИ. После чего родители горяхудожника связались с администрацией и извинились. А сына отправили отмывать собственное творчество. Но камеры помогают найти не только вандалов. Так, на курорте Ангара водитель снес ограждение. Благодаря записям его нашли. И он за свой счет восстановил забор. В год таким образом выявляют десятки нарушений. Новые камеры установят в 130-м квартале возле стадиона «Труд», в Комсомольском или Хисихинском парке, а также на бульваре Постышева и в других общественных местах. И в общественных местах, и во дворах нужно поддерживать чистоту. Особенно сейчас, когда снег почти растаял. Но из-за непогоды образуются то налить, то лужи. А также после таяния сугробов остается немало мусора, который был скрыт от глаз. Кто следит за порядком на придомовых территориях, знает Дарья Эйвазова. Эта налить – одно из последних напоминаний о зиме в этом Иркутском дворе. Однако избавляться от нее начали лишь после того, как сюда наведалась проверка. Хотя чистить дорожки должны ежедневно. Именно на качество уборки придомовых территорий чаще всего жалуются жители. Но порой привезти дворы в порядок не позволяют финансы. Есть тарифы на квартирных домах, которые не менялись на протяжении долгих лет. И эти тарифы не предусматривают собой ни вывоз, ни механизированную уборку снега. И данных денежных средств не хватает, чтобы надлежащим образом содержать двора по действующим нормам. Но это не освобождает управляющие компании от обязанностей. Поэтому они вынуждены чистить территорию за свой счет, либо договариваться с жителями. Так получилось в соседнем дворе. Качество уборки людей устраивает. Но во время общения с представителями администрации, которые проверяли чистоту дворов, иркутяне пожаловались на другие проблемы. Подобные выезды городские власти проводят регулярно. Большое количество обращений гражданам в этом году приходит и по дорожному покрытию, и по дворовым пространствам в качестве уборки. Здесь мы видим замечания. Коллеги обещают их исправить и устранить. Я призываю сейчас все управляющие компании относиться к этому серьезно. Наши специалисты Октябрьского округа заезжают в каждый двор, смотрят на моменты содержания, санитарного состояния дворов. Это пешеходные дорожки, проезжая часть, также детские спортивные площадки. Что касается проезжей части, вот она как раз является не обязательной на ежедневную уборку, а осуществляется один или два раза механизированным способом. Присоединиться к уборке территории приглашают и жителей Иркутска. Ведь сейчас в городе объявлен месячник чистоты. Тем, кто захочет убраться во дворе, выдадут перчатки, мешки и все необходимые инструменты. А общегородской субботник назначен на 22 апреля. Дарья Эйвазова, Андрей Назаров, новости по будням. Навыков ручного труда может быть недостаточно в некоторых профессиях. В Сибири, в том числе в Иркутской области, на треть вырос спрос на специалистов по нейросетям, то есть на сотрудников, которые умеют работать с искусственным интеллектом. При этом чаще всего в подобных кадрах заинтересованы IT-специалисты, образовательные учреждения, бизнес, а также нефтегазовые и финансовый сектор. По данным сервиса ХХРУ, только с начала этого года в Сибири появилось более 300 вакансий, где упоминались нейросети и искусственный интеллект. Только вот Иркутск оказался далеко не в лидерах по таким предложениям. На долю столицы Прибайкаля приходится всего 2% подобных объявлений. При этом требования к соискателям довольно высокие. В половине заявок нужен опыт работы от года до 3 лет. Еще четверть работодателей ищет работников со стажем от 3 до 6 лет и больше. Работникам без опыта предлагают до 50-60 тысяч рублей. А вот для специалистов, которые давно трудятся в этой сфере, доступны вакансии с заработной платой от 150 до 350 тысяч. Эксперты уверены, что число таких вакансий будет расти почти на 20% в год, но сами работники пока в дефиците. Возможно, такой спрос на специалистов, которые умеют работать с нейросетями, временное явление. Ведь во всем мире сейчас идут разговоры о том, чтобы ограничить развитие этой технологии. Ведь буквально за пару лет искусственный интеллект достиг ошеломляющих и пугающих результатов. Павел Жолодев сегодня тоже пообщался с нейросетью и понял, почему такой прогресс настораживает человечество. Сейчас он поделится своими мыслями. Давно, когда компьютеры были размером с комнату, родилась идея создать искусственный интеллект. И вот спустя десятилетия исследований в середине 20 века появилась первая нейронная сеть. Плюсы нейросетей очевидны. Они могут учиться, анализировать, прогнозировать и выдавать результаты с точностью, недосягаемой для человека. Однако, минусы тоже не стоит забывать. Нейросети очень непредсказуемы. Они могут дать неожиданный результат, который никак не можно будет объяснить. Никак не можно объяснить. Да, с русским языком у него, конечно, большие проблемы. Этот текст, который вы сейчас услышали, был создан с помощью самой популярной сейчас нейросети чат GPT. Как это работает? На самом деле очень просто. Я ввожу в диалоговое окно вопрос или просьбу. В данном случае я попросил нейросеть придумать текст об истории самих нейросетей. На это у программы ушло буквально 30 секунд. Только подумайте, ошеломляющий результат. То есть мне, как журналисту, больше не нужно писать тексты. Достаточно лишь редактировать то, что генерирует нейросеть по моему запросу. Но не все так просто. В таком случае возникает вопрос, а насколько я, как специалист, нужен работодателю, если всю ту же самую работу может выполнить программа, за которую при желании даже можно не платить. Она не болеет, не ходит в отпуск, не выясняет отношения с руководством и может работать 24 на 7. И вот это уже серьезно. Ведь не только журналисты рискуют лишиться своей работы из-за развития нейросетей. В будущем подобная ситуация может ждать в том числе бухгалтеров, дизайнеров, переводчиков, диспетчеров и, вы только вдумайтесь, даже водителей. То есть практически всех. Более того, современные нейросети способны даже генерировать изображения, видео и создавать музыку. Конечно, к настоящему искусству это пока не имеет никакого отношения, но это может быть тот же самый вопрос времени. Кстати, вот как сама нейросеть описала свои возможности по моему запросу. Даже если нейросети не всегда дают точный результат, они все равно очень умные, ведь они знают, как запутать и обмануть всех, например, подменив одно изображение на другое, а человек, в отличие от нейросети, даже не предполагает, как над ним смеются. По-моему, звучит чертовски жутко. То есть современные нейросети буквально осознают, что то, что они делают, может привести к обману или конфликту. Более того, такие конкретные случаи уже есть. Вот буквально на прошлой неделе во всем интернете разошлись фотографии якобы задержания бывшего президента США Дональда Трампа. Конечно, само собой, никакого задержания не было, а эти фотографии, вот эти фотографии, были созданы нейросетью. Отличить их от реальности, ну, при беглом взгляде, практически невозможно. Благодаря интернету подобные истории сейчас можно достаточно быстро разоблачить. Но давайте представим ситуацию, в которой нейросети начнут управлять интернетом и самостоятельно генерировать ложные сообщения, например, о начале Третьей мировой войны. Что тогда будет? Кажется, мы уже что-то подобное видели в кино, но я думаю, мало кто из нас задумывался, как быстро кино станет реальностью. Но теперь о рисках развития нейросетей уже рассуждают вслух. Дошло до того, что в интернете появился документ, который требует приостановить развитие этой технологии. Под ним уже подписались, в том числе, Илон Маск и один из создателей Apple, Стив Возняк. Предприниматели и ученые опасаются, что бесконтрольное развитие нейросетей может привести к тому, что рано или поздно они начнут сами решать, что им делать. А это, как вы понимаете, представляет уже реальную угрозу для человеческого вида. Более того, авторы документа предлагают создать Общемировой кодекс правил использования нейросетей. Кстати, на мой запрос, как лучше закончить сюжет о нейросетях, нейросеть сгенерировала вот такой вот вариант. В конечном итоге успешное слияние машинного и человеческого интеллекта позволило миру стать более прогрессивным и развитым. Программа по строительству модульных отелей в Иркутской области все-таки будет реализована. К 1 июля этого года в регионе планируют построить 10 таких объектов на 140 номеров и 280 койко-мест. На эти цели нашему региону выделили 200 миллионов рублей федеральной субсидии. Большинство отелей разместятся на берегах Байкала, в Ольхонском и Слюдянском районах. Однако самый дорогостоящий объект будет расположен в Иркутске на берегу Ангары в районе Академгородка. Строительство обойдется в 36 миллионов рублей. Возведение модульных отелей будет осуществляться в Прибайкале и за счет частных инвестиций бизнес планирует вложить почти 500 миллионов рублей. Главная цель – развитие туризма в регионе. Однако некоторые специалисты опасаются, что столь масштабная стройка негативно отразится на экосистеме Байкала. Почему баскетбольный клуб Иркут расстроил своих болельщиков? Расскажем в подборке спортивных новостей, а после узнаете, зачем собакам на Урале срочно понадобились костюмы и украшения, и как кошка в Америке стала телезвездой. Спортсмены Иркутской области завоевали две медали международного турнира по боксу, который состоялся в Белграде. Егор Шипачанский на соревнованиях успешно провел три боя и добрался до финала. Там он встретился с сербским бойцом и выиграл единогласным решением судей. Ну а Мария Хузахметова в женском зачете провела два поединка, потерпела одно поражение и удостоилась бронзы. Не менее успешно выступили дзюдоисты при Байкалье на международном турнире в Хабаровске. Золотую медаль турнира завоевал Карим Абдулаев. Он выступал в весовой категории 73 килограмма и в решающей схватке одолел представителя Санкт-Петербурга. Ну а Курбан Кудиев соревновался с бойцами не тяжелее 81 килограмма. Но в финале он уступил спортсмену из Москвы. Как итог серебро. Итогом слабой игры стало поражение. Баскетбольный клуб Иркут уступил в гостях московской руни в первом матче четверть финала Суперлиги. Наша команда в первой четверти попыталась навязать борьбу оппоненту, однако во втором игровом отрезке хозяева оказались на голову сильнее. По сути, этот провал и стал ключевым. Оранжево-черные уступили 93-62. Данил Седов, Новости по будням. Необычные соревнования по баскетболу прошли в Иркутске. Спортсмены-любители встретились сначала на виртуальном паркете, а потом вышли на реальную площадку, чтобы повторить итог видеоигры. Как сообщили в правительстве при Байкале, такие состязания по фиджитал-баскетболу в регионе прошли впервые. Идеально для тех, кто любит и у приставки посидеть, и с мячом побегать. Что еще интересного произошло в регионе, и далеко за его пределами, узнаете из рубрики «Повесточки». Всем здравствуйте! Что может вызвать положительные эмоции? Да все что угодно. Начиная с солнечной погоды за окном, заканчивая комплиментом от незнакомца. А еще настроения повышают шутки и веселые события. Вот об этом сегодня и поговорим. Знает как развечь себя Русенок Руни из Иркутской зоогалереи. Для этого ему не нужны игрушки. Главное, чтобы рядом находилась яркая резиновая тапка. И тогда игры могут продолжаться бесконечно. Вот смотришь на такие забавы животного и забываешь, что перед нами грозный хищник. Веселую игру возрождают в Братском районе. Там школьники раскрывают свой юмористический талант при помощи КВН. В финальной игре принимали участие команды из пяти населенных пунктов. Каждая продемонстрировала жюри приветствия, домашнее музыкальное задание и показала умение импровизировать в разминке. В итоге победа досталась ребятам из ключей булак. Их команда забрала не только символ победы с миниатюрой турбины ГАС, но и сертификат на 50 тысяч рублей. День смеха креативно отметили в Екатеринбурге. В местном парке можно было встретить десятки мопсов в забавных костюмах. В бусах, шляпках, пиджаках, комбинезонах каждый хозяин постарался нарядить своего питомца. И им это удалось. Все 40 хвостатых модников выглядели потрясающе. Кстати, такая яркая мопсопрогулка в столице Урала проходит регулярно. Хозяева собак наряжают своих любимцев и к Новому году, и к Хэллоуин, и к другим знаменательным датам. Повеселила зрителя американского телеканала «Усатая звезда». В тот момент, когда ее хозяйка давала интервью, кошка тоже решила показаться в кадре. Видимо, пушистую уж очень привлекла чашка на заднем плане. В итоге, все время, пока шел эфир, зрители больше были увлечены не темой разговора, а тем, сбросит ли кошка посуду на пол. Встречайте каждый день в отличном настроении. А мы подарим еще больше хороших новостей. И на сегодня это все новости. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. Также не забывайте про наш сайт ntsdfistv.ru И помните про наш телеграм-канал nts.nihny.com Там много интересного. Я же на этом прощаюсь, но помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова